Те ребята, которые следят за нами в инстаграм и вконтакте, знают, что Таффи у нас заболел, но сейчас с ним уже все в порядке. Вкратце я хочу рассказать вообще, что с ним было. Мы 4 числа прилетели и в пятницу, пятого, после прогулки, когда мы пришли, Таффи отказался от еды, хотя он весь день был бодрый, на улице он также очень бодрый бегал, в общем, все у него было хорошо и просто после девяти часов его начало тошнить желчью. Сначала два раза его стошнило. Я знаю, что однократная или двукратная рвота для собак это, в принципе, ничего страшного, они как бы самоочищаются. Его рвало практически всю ночь, то есть с 9 вечера практически до 7 утра, то есть в 7.20 где-то у него была последняя рвота. Там, конечно, были интервалы, не то чтобы постоянно рвало. Каждый час, иногда полтора часа его начало тошнить. Мы всю ночь не спали, но мы, точнее, спали только час. Мы начали звонить в ветклинике ночной, думали его отвезти, но нам сказали, что, скорее всего, вам нужен именно, вам нужна клиника именно с рентгеном. Все, которые были недалеко от нас, они все были без рентгена и мы приняли решение все-таки не везти его, потому что нам сказали, ну вы приедете, вас посмотрят и как бы без рентгена вам, типа, не обойтись. В 7 утра, пусть только у него последняя рвота, мы все-таки, когда у нас все мосты, в общем, свелись обратно, мы поехали в клинику. Там, значит, нам сделали рентген, рентген ничего не показал, сдали кучу анализов и поставили капельницу. Потом назначили нам 6 дней капельниц, 3 дня из них мы делали в клинике возили, потом 3 дня дома нам показали, как это капать. В общем, мы ему давали такие вот лакомства, это корешки, вот они сами по себе очень твердые, то есть крыс настолько, ну даже, наверное, вот настолько и вот эту вот часть вот такую вот он просто проглотил и поэтому как бы у него началась работа, выделялось очень много желчи, которая не могла переварить этот продукт и поэтому его тошнило. Вот, в итоге через, получается, несколько дней я каким-то чудом просто проверила какашки через пакетик и обнаружила вот твердое и как бы я помню, что в этот день я давала ему вот это лакомство. В общем, по итогу, сейчас с Тафи все хорошо, мы ему сейчас сдали повторный анализ, ждем результата. У него были проблемы с печенью по результатам, мы прокололи мангиптрал, вот, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, по именно самочувствию он очень энергичный, бодрый, веселый, радостный. В общем, с ним все хорошо. Спасибо всем, кто писал в комментариях, чтобы он поправлялся. Ну, а сейчас будет видео, как вообще все начиналось, как мы ездили в клинику, делали уколы. В общем, смотрите сами. Котик наш заболел. Маленький. Маленький, мой. Маленький. Ну, что, зайчик мой, зайчик? Вот он так плямкает, но не пьет. Ну, видно, что все пересохло. Да, зайчик, сейчас поедем. Сейчас уже приедут, и мы поедем к доктору. Там капельницу сделала. Не было в конце. А он кармай не ел вечером. Он уже от тебя отказался, да? Да, он пришел с прогулки. Он на прогулке был очень веселый, бодрый. Вот его сначала два раза сразу ворвало. Потом перерыв, и я ему смех-то развела, давала. Стоим, да? Сюда доезжай, нормально. Нормально. Кони открылись, и все. Да, фигурочка вообще не хотелось. Есть машина, он уже понял, что мы сейчас плату поедем. Да, вон. Только, да? Не-не-не-не, вот сразу слизистые смотрите. Если они розовые, то и безвозживые. И у людей та же самая история. Не-не-не-не, вот сразу слизистые смотрите, если они розовые, то и безвозживые. Так, вот если ты кусался, тебе бы на деле такой ворать не идут. Вот тут таким колпаком мы надели. Да-да-да, симпатичный вот, да? Ну, как с вами когда-то прошивались? Ну, вот с тех же клиникой ты знакомый, тебе уже не страшно, да? Он был в этой клинике? Ну, конечно, и не раз. Глаза слепает. Глаза слепает. Вот мы уже и делаем. Да, Тафочка уже попил водички, прокашлялся. О, ну посмотрите, сколько сразу энергии, да, у собаки? Понравились тебе? Уколы тащит. Все, Тафи, заставь и за свои тени уберет. Тафи, ты отдохни пока. Что ему легче стало, да? Кому хорошо стало. Ну что, больной, давай принимать лекарства. Сейчас мы ему дадим фосфоригель. Мне сказали, что по полпакетика. Сейчас у меня где-то был полоткрытый, еще мы давали с утра. Сначала мы им пробовали шприца, а потом я поняла, что если наливать в ложечку, он прекрасно кушает. И потом мы развяжем ему вот эту вот лапку. Правда, не знаю, это такой плотный бинт. Попробуем маникюрными ножничками. И надо будет влить 20 миллилитров. Давай Тафочку. Через полчаса ему можно дать чуть-чуть покушать. Молодец. Так, теперь Через уголку наливается. Тафи, нет, не уходи. Ну что ты так, такой грустный. Тафи, это будет до ночи, как думаешь? Бинта. Бинта. Так, ну это мы сняли с горя пополам. Ой, страшно. Там укол было мне так страшно. Я вообще не понимаю, она даже ничего не объясняла толкова. Так, медленно, медленно. Да, мой зайчик? Нет, так, лапу. Что-то, похоже, затея. Умничка Тафи, ты мне такой смелый. Тихо ее утешу, утешу. Так, тут говняшка. Можно я из-под вас? Красиво, как у тебя было? Тафи, можно мордочку свою красивую? Вот такую красивую морду. Тафи, нет. Нет. Та, кстати, был поплотнее. Ну, все, у нас, да, я его потолчусь. Тафа, полнышко моя. Что такое? Тоже так. Хотя нет, на самом деле, я ничего не объясняю. Так, ну что, пришло время сейчас кормить Тафи. Вот мы снова пришли к роялкамину Гастро, которому мы давали, мы не были с жертвой проблемой. Он их хорошо кушал. И ветеринар нам сказал отдать чайную ложечку. Потом где-то часов 12 еще одну чайную ложечку. Я не знаю, на самом деле. Мне хочется, конечно, дать ему столовую ложку. Потому что чайный это какой-то совсем уже... Ну, он вообще не ел. Больше суток. Давайте я ему дам половину столовой. Вот так вот хотя бы. Ну, что? Ты сейчас подумаешь, что мы над ним издеваемся? Ну, что, как вкусно-то, да? Прости, не могу тебе сейчас ничего дать. Нельзя тебе. Не пойму. Это Саша, он там одиноку с его было. Где мой зоник? Лапоньку зелью двигает. Вот так вот, вот так вот. Это не потому, что я так криво завязала. Это еще когда у нас был вид из ветклиники, он так же ходил. Как отгибал. Дома. Это важно, что в этом мире главное. И это важно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok